Когда мы снимаем этот сюжет? Мы снимаем этот сюжет в субботу. Везде и всюду ездят свадьбы, да? Но рано или поздно любая свадьба закончится. И это начало брака. А потом начнутся различные неврозы. А после этих неврозов начнутся различные другие процедуры. Человек начнет употреблять алкоголь и все остальное. Потому что, да, это проблема. Но с этой проблемой справляется кто? Справляется тот, кто лечит. И лечит у вас здесь, на проспекте Ленина 9, в медицинском центре Гармония. Просто придите и посмотрите, и как он это делает, и поймете результат. Теперь по сути, все болячки у нас от нервов. Жить не нервничая не получается. Но надо с этим справляться. А вот с этим вообще труба. Ну кто из нас не нервничает? Да никто. Как справиться? Нужен крутой специалист. И чем круче он, чем больше у него практики, тем лучше. Ну и в Магнитогорске есть такой. И вы даже забудьте про возраст. Он реально крут. У нас часто обращаются люди, у которых бывают такие состояния нарушенного здоровья. Это первая степень нарушения. Это неврастения. Сейчас группа лечится с неврастениями. И там есть два человека с неврастениями. То есть это истерия, психостения. Невроз называется группа. А есть люди, которые лечатся от депрессии в легкой форме. Индийской медитации. То есть от состояния индийского гипноза, который 15 раз сильнее дает эффект, чем гипноз американский, куда включается НЛП еще. Это НР, лингвистическое программирование, которое у нас никто не знает. Это в Америке я обучался этому. И еще один академик, который ректор Института психотерапии России. Он обучался. Остальные не знают эту медицину. И другой гипноз, европейский, считается тоже современным. Но он во много раз слабее, чем индийская медитация. Когда человек находится в промежутном состоянии, он только работает нейронами. То есть он воспринимает все, то, что ему говорится. А другие сигналы он перестает воспринимать. Он воспринимает только звуки и слова доктора. А других людей, их как бы не существует. И они перестают общаться с ним, как пациент с ними перестает общаться. То есть отдыхать друг от друга. Давайте людям объясним, что такое неврастения. Вот это самое заболевание, которое, по сути, никто не лечит. Заболевание, да. Совершенно верно сказано, что неврастению у нас под видом чего-нибудь пытаются скрыть. И на самом деле причину не выявляют. А еще только симптомы или синдромы. То есть причина, если остается, диагноз не поставлен, то убирают синдромы. А потом они вновь появляются, только в более усиленной, более тяжелой форме. Поэтому я эти, как уже и невропатолог я работал, и психотерапевт, и психиатр, и нарколог, и ряд других специальностей мной освоены. Вот. Это порядка дюжин специальностей. И у нас есть за рубежом еще пяти академик. Поэтому для меня это не проблема. По сути событий. Человек – саморазвивающаяся структура. Самые опытные и правильные участники нашего процесса – это те, кто работает с молодежью. Круче только врачи. Еще круче – врач с мировой известностью. У меня имеется четыре абсолютно достоверных метода диагностики, которые я, когда находился в зарубежных центрах, академиях, мне удалось это освоить. То есть это иридодиагностика, паразмомолочек, лаза, а потом это саногенетическая диагностика. То есть я определяю у человека болезни, переданные по наследству от предков. В Индии сказано УРУ ихним мудрецом, что без знания диагнозов, полученных от предков, нельзя подходить к пациенту. То есть надо опять-таки учитывать, какое здоровье было у предков. Потому что 90% нашего здоровья, по данным Зигурда Фрейда, это великого ученого, который изучил, что у каждого человека имеется две части личности. Первая часть личности – 90% от предков, 10% – это данные родителями конкретными этого человека. Вот эти 10% – это люди различными там зависимостями, то есть это табакокурением, это спайсом, это наркологией, наркотой, вернее, наркоприемами, и аккоприемами, и грамманией, и другими развратами. Там интернет-зависимость – это сейчас болезнь века. Поэтому 90%, 90 миллионов населения в Америке, сейчас 96 уже последний год сказали, – это люди, зависимые от интернет-зависимости. То есть это самое дело зависимостей. Люди в интернет-пространстве, они с ними отошли, они банкроты и в семье, и на работе, в своей личности, у них все плохо в жизни. Америка лечит на немец. Мировая медицина, которую я осваивал в Академии Японии, в Академии Японии, Китая, Тибета, Индии, Северной Африки, мне удается этих пациентов излечивать. А чем вы отличаетесь от других? Потому что много разных контор, которые чем-то там типа говорят, но не типа делают. Да, это да, это именно так. Вот у нас имеется здесь только лечебного центра преимущество. Гарантию мы даем людям порядка 98%. 1-2% те люди, которые с рождения, как говорится, по ревоменту, то есть сфероприники там, или припадочные, и так дальше, или в ДТП получил травму, вот у них. Или последний вариант, это деградация от заключительной стадии алкоголизма, от болезнодезма. Они не помнят уже, это Белин Курсакова, они не помнят даже как родную маму зовут. То есть с виду это человек снаружи, а снутри содержания у человека уже нет, деградация. Третья стадия, они не помнят. Поэтому они увольны и с работы, и семья развалилась у них, и в обществе их никто не признает за личностей. Поэтому вот наши преимущества, которые за 50 лет работы с пациентами, сейчас уже 51 год, мне удалось вот этого добиться. Теперь, что лечим и как? Достоверная и уникальная биоэнерго и иридодиагностика. Современная аппаратура. Комплекс патентованных мировых лечебных методов и открытий. Индивидуально анонимное лечение, дающее в десятикратии больший результат, чем в других центрах. Качество лечения подтверждается уникальными точными тестами. Мы показываем изумительные результаты у пролеченных пациентов. У них оздоравливается весь организм, и по сути цена лечения ниже, чем в других центрах, а качество выше. То, что мы вам показали, это круто. Но то, что вы увидите в дальнейшем интернете, можете посмотреть, кстати. Посмотрите, медицинский центр Гармония. Август месяц 2015 года. И вы в оконцовке поймете, почему человек так лечит вас. Получается, что он этим делом занимается. И абсолютно не важно, сколько ему лет. Потому что, чем человек старее, тем у него больше опыта. И поэтому, когда говорят, что мы воспитываем пятую колонну, поверьте мне, это не то слово, которое вам нужно. Потому что мы работаем с теми, кто уже переходит ту самую замечательную черту, у которых затем уже просто начинается что-то неправильное. Продолжение следует. Продолжение следует...